Здравствуйте, уважаемые телезрители! Итак, на сегодня вопросы, что посеять в эти сроки, и что можно посеять, и как посеять, вопросов очень много. Все торопятся, весну опять подгоняют, хотя, как обычно, мы как обычно разговариваем каждый год одно и то же, и все-таки 10 мая мы возвращаемся на свои грядки. И сейчас объясню почему. Потому что все-таки возвратные заморозки никто не отменял. Сейчас еще даже нет ни одного цветка на деревьях, на абрикосах, поэтому все это впереди, и заморозки на цветы тоже обязательно будут. Но, что посеять, и как бы пораньше приготовить наши грядочки? Вот сейчас давайте и поговорим. Что же в первую очередь мы высеваем на грядки? Это, естественно, какие-то ранние зеленушки. Очень хочется нам, конечно, раннюю редисочку, по этому редиску я уже рассказывала. Я сею в контейнеры, вот, закрываю потом пленочкой, и, естественно, при нагревании температуры, здесь плюс 18 градусов под пленочкой примерно, редисочка сходит. И она не боится, причем зеленая вот эта масса, редиски, она не боится заморозков. Она может быть и минус 3, и минус 4, поэтому для нее, конечно, здесь самая оптимальная температура. Во-первых, и накрывается, во-вторых, проветривается, и, в-третьих, конечно, поливается. И можно посидеть, так как мы не торопимся с грядками, можно посидеть эту культуру, аккуратно высеять в ячейки, как я делала, по 2-3 штучки, и редисочка не потеряется у вас, как в грядке сыпите на редки. И, конечно же, ей будет очень удобно. Ну, редиска редиска, конечно, но чтобы любителям редиски продолжить лакомиться этой редиской, надо высевать каждые 10-8 дней. То есть, проходит неделя, чуть больше недели, опять пару рядочков можете высеять. Она хорошо замещает, допустим, где-то вторые ряды можно сеять при луке, при том же чесноке, пока он не крупный, где-то с краю. И редисочка вырывается, и культура продолжает расти. Это тоже очень удобно. Значит, во вторую очередь, это, конечно, все зеленушки. Естественно, редиску мы высеваем, желательно, конечно, читать, чтобы она была ранняя. И сроки такие, допустим, 18-20 дней до созревания. Поэтому ранняя редиска сейчас самая оптимальная. Почему мы ее так рано сеем? Потому что все-таки это холодостойкая культура. И, скажем так, она короткого светового дня. Почему мы ее летом не можем и вырастить? Если, конечно, будем закрывать часов 6 грядки своей черным нетканым материалом, то редиска наша вырастет. Мы сокращаем просто дневной, скажем так, цикл. Почему? Потому что редиска 8 часов светового дня выдерживает. Если же больше, она идет в светошность, она, короче, не производит свои плоды. Поэтому именно рано и хорошо высевать этот корнеплод. Что же касается свеклы. Многие, уже посадивши картошку, естественно, где-то делают эти культурные грядки и высевают там морковку, свеклу и такие вот культуры, которые долго играющие в наших грядках. Значит, что я хочу сказать по этому поводу. Морковка высевается в ранние сроки. Можно даже снег, скажем так, посыпать золой, чтобы побыстрее на грядке растаял и сеять морковку. Для морковки это все нормально. Но что касается свеклы, посеять мы ее можем. Взойти она, конечно, взойдет. Пусть только тепленький денечек, и она, конечно же, взойдет. Но зеленая масса, которая появляется, росточки вот эти, они подвержены подмерзанию. И уже при нуле градусов они, конечно, у вас вымерзнут. Поэтому здесь надо смотреть. Если вы рядышком с этим домом, с этой грядкой, то, конечно, при заморозках, которые вот сейчас возвратные будут, значит, мы должны эти грядки обязательно укрыть, чтобы у нас не замерзла вот эта свекла. Что же касается такой культуры, как горох. Тоже многие спрашивают, можно ли выселить горох. Горох тоже высевается рано. Почему он высевается рано? Потому что он любит влажную почву. То есть горох всегда сеется на влажную почву. Тогда он хорошо растет, тогда он быстро вступает в свой рост и отдает, собственно говоря, свое плодоношение, свои стручки, именно как ему прописано. Если же это жара, он останавливается в росте, он долго не растет и поливать его надо. Но поливы, конечно, умеренные поливы, ничего гороху не дают. Поэтому его в ранние сроки, именно во влажную почву, пока почва еще не высохла, его и высевают. Но при появлении маленьких ростков, ростки пока до 4-5 сантиметров, они подвержены вымерзанию. Поэтому вы тоже, если у вас уже появились ростки, вы обязательно должны их укрыть. Фасоль не переносит холодной температуры. Она у вас не будет произрастать в холодной почве, пока почва не согреется хотя бы 12-15 градусов. Поэтому без толку ее сеять. Что еще можно в это время посеять? Ну, конечно же, про фасоль я вам сказала. Фасоль еще рановато. Что же касается всех зеленушек? Конечно, здесь можно сеять все травки. Здесь можно посеять и сельдерей, и петрушечку, и укропчик, и кинзу. Все это хорошо. И именно в эти сроки, тоже, когда вы делаете грядочки под пленки, всегда найдется пару рядков. Даже если мы будем высевать с вами лук на перо из семян, тоже, кстати, быстро растет, очень мягкий, нежный. Точно так же, как получается вот с семейного лучка, самый мелкий. Обычно люди даже выбрасывают как-то, не пользуют его. Он хорошо сохраняется целую зиму. А по весне, посмотрите, какие зеленые, красивые, нежные грядки лука. Причем он тоненький, нежный и очень сладкий. Вот я все-таки рекомендую высаживать эти луковички, не выбрасывать. Точно так же на перо. Вот сегодня я посею еще пару рядочков лука. Между ними можно посеять, конечно, укропчик. Кстати, вот сейчас, когда похолодание, укроп очень хорошо растет. Именно зеленым. Конечно, грядку надо прикрывать. Но он, если берется в рост, он получается при прохладной температуре, получается насыщенно зеленым. И очень хороши даже заготовки уже сейчас, замораживание укропа, именно весеннего. Почему? Потому что у него хороший аромат, присущий именно укропу. И, конечно же, очень насыщенная зеленая масса. Поэтому при заморозке он сохраняет всю свою свежесть, все свои витамины. И можно использовать его даже и в течение лета, скажем так, и в течение осени, и как угодно. Поэтому я тоже всегда междурядья делаю укропчик. Это тоже хорошо. Что касается щавья. Щавей можно высевать в самые ранние сроки. Делать грядку, конечно, чтобы высеять щавей, надо с осени. Если вы захотели рано посеять, с осени надо подготовленную грядочку иметь. Почему? Потому что все-таки, если при дождях, то, конечно, уходит вовнутрь. Это семя прорастает или плохо, или вообще не всходит. Почему многие звонят и говорят, вот, у меня щавей не взошел. Он может не взойти только по той причине, что ваши семена провалились просто глубже. Все-таки это мелкие семена. И сеются они, ну, пускай чуть-чуть припудриваются землей, чтобы они были практически поверхностные. Для этого нужна подготовленная плотная утрамбованная грядка. Вот, что касается еще посева щавья, то, конечно, через месяц можно делать следующую грядку. И так, 4 высевая щавья можно делать за сезон. И поверьте мне, это будет очень хорошо, когда у вас есть 4 грядки. Через месяц разницы вы будете собирать все время свежую зелень именно с этих грядок. Одну срезали, вторая подрастает. Вторую срезали, третья подрастает. Пока третью, четвертую, первая уже растет, второй урожай. Поэтому это получается у вас круговорот. И, скажем так, вы с этим питательным, с этой питательной зеленой массой, вы будете круглый год. То же касается и шпината. Любителям шпината его тоже высевают пораньше. Тоже закрывают какими-то нетканными материалами, укрывая чуть-чуть и делая ему все-таки оптимальную температуру. Чуть-чуть потеплее, чтобы он произрастал. И шпинат, когда берется свой рост, он растет очень быстро. Поэтому любителям тоже этой культуры тоже можно высевать это все. Вот, зеленые грядочки можно делать. Морковку можете высевать. Что тут еще? Дайкон мы оставляем на летний посев. Кстати, спрашивали еще про салаты. Если брать, скажем так, пекинскую капусточку, там большие такие салаты, то их выращивают и сеют рассадным способом, чтобы на грядке высеять в ранние сроки. Вот что касается даже вот таких вот посадочек, видите, обычного салатика, я тоже раскладываю семена и тоже через рассадные стаканчики выращиваю, то есть прикрывая. А потом рассадили вы эту капусточку, если выращивать пекинскую капусту, то ее или высаживают рассаду очень рано на грядке, или же это будет где-то середина или конец лета. Почему? Потому что тоже пекинская капуста, она любит короткий день, она любит разницу температур, то есть дневная и ночная температура должны резко отличаться, чтобы получились у вас эти качанчики, чтобы они не пошли в цветущность. Потому что если температура летом прибавляется очень сильно, то эта капуста идет в цветы, и поэтому вы уже урожай особо не получите. Что же еще мы можем высеять? Значит, зеленушки, что спрашивали про огурцы? Огурцы, огуречную рассаду возьмите себе прямо на заметочку. Огуречная рассада должна быть. Если грядки готовите, просто в грядке высеваете семена, то эта должна почва быть прогретая. Чтобы ее прогреть, вы можете где-то в числах 8-10 мая накрытые грядки делать канавки, заправляя туда органикой хорошо и вкладывая семена. Но эти грядки должны быть под пленкой, они должны прогреться. Почему? Потому что семена все-таки огурцов, они всходят при температуре 25 градусов. А 25 градусов сделать сейчас в открытом грунте очень сложно. Поэтому делают или теплые грядки, заправляют их хорошо компостом, чтобы там горела, работала грядка на солнце. И, конечно же, пленка. Чтобы согреть почву, используйте всегда только прозрачную пленку. Потому что если пленка черная, она почву не прогревает. А белая пленка, она пропускает солнечные лучи, прогревается. И грядка символизирует, что она прогрелась, когда там начинает расти всякая зеленушечка. То есть трава. Если трава растет, значит грядка прогрелась у вас до температуры высева семян. Огурчики в этот период хорошо иметь через рассаду. А рассаду мы должны высадить на грядку, высадить. Это 20-дневную. То есть у вас надо считать не от срока посевов, а от срока всхожести семян. То есть взошли ваши семена, наклюнулись, есть эти петелечки, вы видите, что семена. Запомните этот день. Через 20 дней вы должны рассаду высадить на постоянное место. Так как больше 20 дней рассада, если стоит в стаканах, она потом замедляет свой рост и капризничает, не хочет расти. Долго будет сидеть на одном месте и не расти дальше. То есть замечено и доказано, что 20-дневная рассада самая оптимальная для высадки именно на грядке. Ну и конечно же высев цветов. Цветы должны сеять обязательно. Кабачки, кабачки в холодной почве и патиссоны расти не будут. Поэтому семена просто сгниют. Держите семена. Или же можно через рассаду тоже высевать в большие стаканы. Почему? Потому что растения быстро растущие. И получаются вот эти молодые растения очень сильные. Поэтому объем горшка должен быть примерно 25-30 сантиметров. Это тоже имейте в виду. Примерно литр должен быть этого горшка, чтобы корневая система хорошо себя чувствовала. Что же касается цветов. Какие цветочки у нас идут на рассаду? Ну и естественно красиво цветущие, которые мы хотим виолу там вырастить, допустим. Или петунью, чтобы они у нас начали рано цвести и продолжали цвести целое лето. Мы высеваем рано. И делаем это тоже рассадным способом. И сейчас эта рассада подращивается у нас, подрастает. Что же касается однолетников, то здесь вы должны сделать тоже небольшие грядочки. Пускай это будут укрывные грядки, где-то около дома, где-то тепленькие. Вы должны это место найти и сделать для рассады. Можно высевать все виды капусты, все виды георгин, все виды циний. Астра должна высеваться в эти сроки, потому что все-таки астра должна быть подрастет, рассада долговато. Поэтому астра тоже высевается в ранние сроки. Ну и конечно все виды вербен. Вербена это тоже однолетний, который радует своим цветением целый год. Поэтому высевается тоже в ранние сроки. Что же касается наших томатов. Пойдем посмотрим еще на томатики. Итак, рассада. Конечно, слышала на рынке, что говорили, что у Кацаповой уже помидоры собираются в теплице. Хочу все-таки показать. Кацапова такая же, как и вы. Она тоже растение сдерживает. Почему? Потому что при заморозках, конечно, боится потерять рассаду. Поэтому она у меня еще вся в подготовленном виде. И высаживать я ее буду тоже где-то в начале мая. Почему? Потому что каждый год получается плачевным. Сколько-то ящиков просто погибает из-за того, что попадает под ранние заморозки. Что же касается цветов. Многие спрашивают. Конечно, рано посеяв, нам надо рассаду как-то сдерживать. Почему? Потому что если сейчас на лоджии у нас при солнце там вообще почти 30 градусов, то, допустим, в теплице надо все открывать. Надо переносить и создавать холодные условия. Если для томата, очень хорошо. Вот смотрите, они хоть и, скажем так, все в бутонах зацветают. Вот уже, видите, как цветушность начинается у помидорчиков. То им, вот, ночные перепады с ночной температуры, им нормальные. То есть они хорошо это переносят. Причем для них это даже надо делать. Чтобы у них разница была дневной и ночной температуры. Тогда чувствуют они себя очень хорошо. Они не перерастают. Они становятся такие очень, скажем так, сильные. И видно, что они в хорошем состоянии. Что же касается перца. Перца желательно, конечно, не доводить до цветения. Почему? Потому что перец потом страдает при пересадке в грунт. Вот уже цветочки даже первые, видите, уже зависть есть перца. То есть уже падают. Конечно же, есть ранние сорта. И перец жалко, что вот он зацветает очень рано. Поэтому все-таки, если есть такая возможность, то попридержать это тоже должно быть прохладное место. Но перец, запомните, что для него плюс 4 градуса, это критическая температура. Если томат может даже где-то и листочки приморозиться при нуле там градусов и потом отойти, то перец ситуация, конечно, более плачевная. Он долго потом отрастает. Он может отрасти вот в пазухах лисиев, если листья даже удалятся. Растение, если живое внизу, не замерзло, оно может отрасти. Но это долго, это месяц теряется роста. Конечно же, потом у нас плоды будут гораздо позже. И дождаться полной отдачи плодов мы уже не сможем. Что же касается баклажан. Баклажаны, они хитрая культура. Вот они все-таки, наверное, понимают всю эту температуру и стоят. Стоят и ждут, бутоны не делают. Рано мы их высеваем, рано они начинают свой рост. Конечно, есть сорта такие, которые при адаптации очень много пожелтело. В основном баклажаны хорошо себя чувствуют. Но есть такие, которые карликовые сорта, которые яйцевидные такие. Которые я хотела все-таки целиком их законсервировать. Они адаптируются с пожелтением листвы. Это тоже не страшно. Бывает, что рассада меняет, конечно, свой цвет. Единственное, что рассада должна у вас подсыхать. Грунт, почвогрунт. Вы не должны перелить в холодных условиях. Если же много воды в холодных условиях ногам, то это чревато тем, что корни просто загнивают. При пересадке вы будете видеть, что корешки коричневого цвета, что они темнеют, и они будут отмирать. И получится так, что при посадке вашей рассады получатся вот эти белые корни. Они не белые будут, а коричневые. И корешки будут создаваться со стебля. Очень тоже это займет время. И рассада будет стоять на одном месте. Скажем так, тоже долго будет отставание в плодоношении. Что же касается посадки в грунт. Тоже многие торопятся. Ну а как? Я закрыла же теплицу. Здесь тепло. Здесь зайдешь, дышать нечем. А вы проверьте, какой почвогрунт. Вы засуньте туда руку, выкопайте ямку на глубину, которая есть у корней. И просто даже рукой побудьте в этой земле. Вы увидите, что земля еще прохладная. А корни начинают свой рост только тогда, когда согревается почвогрунт. Если даже, смотрите, вот земля перекопанная, если она просто серого цвета и нет ни одной зеленушки, это сигнализирует о том, что земля еще холодная. Чтобы согреть землю, тоже закрывают пленочные тоннели и обязательно устилают при перекопке или вделывании удобрений, чтобы они начинали работать быстрее, чтобы почвогрунт был теплый. Тоже накрывают пленкой, тоже прозрачной. И вот когда под пленкой собирается вот этот конденсат, он тоже холодный. И при поверхности с почвой здесь тоже получается очень холодная температура. Поэтому все-таки желательно вот эта пленка, чтобы не вплотную лежала на почве, а немножко была приподнята. Да, та почва будет быстрее прогреваться. Это тоже еще один прием. И вот когда под пленкой начинают уже, вы видите, что высевается зелененькая травка, вот здесь и происходит чудо. То есть почва прогревается, можно открывать, скажем так, ваши эти грядки и высаживать смело растения. Растения тоже один прием. Когда вы садите, чем раньше садите, тем выше в почвогрунте должен быть корень. То есть не садите глубоко, не копайте тоннелей, не копайте глубоких ям, а именно высаживайте повыше. Тогда растение быстро согреется, корни быстро начнут расти, верхний почвогрунт будет быстрее прогреваться, и растение быстрее пойдет в рост. Ну вот это то небольшое, что я вам сегодня рассказала. В следующей передаче мы будем с вами бежать на грядки с чесноком, почему желтеют кончики, все вам расскажу. И, конечно, высадка лука. Не торопитесь с высадкой лука. Маленькая температура, пониженная минус один, минус два градуса, на зеленый лучок, он способствует тому, что ваш лук будет полностью в стрелках. Поэтому не торопитесь. Лук тоже любит тепло. Вы все успеете, еще будет время. Каждый год мы точно так же к 10 мая приходим на наши грядки и начинаем высадку наших луковичных культур. Поэтому потерпите немножко. В следующей передаче все вам расскажу. На сегодня все. До свидания. Берегите себя.